всем привет весть из полей вот санкт-петербурге уже второй день дождь идет но тем не менее ребята все равно работают сейчас просто на обеде вот и я решил пока не здесь ними чешат вот я похожу поснимаю та страна у нас уже закончена практически вот здесь уже тоже понеслась я сейчас поднимусь наверх и покажу что сделано у нас на данном на данный момент сегодня вторник я может сегодня же домой приеду и сразу же смонтирую выложу на youtube покажу вам нашу рабочую обстановку лежит в рулонах металл один ролик на размотчике вот на таком станке мы прокатываем картины добора вот вот уже откатанная картина лежит пойдет наверх там у меня просили снять как вы там поднимать такие картины наверх сейчас ребята выйдут с обеда я сниму и в конце ролика там может вставлю так и покажу что у нас вообще здесь в доме происходит так это лежит пароизоляция дельта рефлекс это колено лежат ну то есть вот в достаточно системы это клеймера плавающие это лента под контрабрус лежит наверх поднимусь там открытая пачка покажу вот перфорированный лист для вен конька так это у нас разделительный слой дельта фокс водосточные трубы лежат лежат снегозадержание орима вот пойдемте наверх дом из клееного бруса конечно не дешевый вариант утеплитель лежит так показать вам ленту называется так это пустая дельта систем дельта дачи бэнд под контрабрус не знаю есть нет готовых нет кусочек ленты которые под контрабрус ставится так вот рулон лежит прилип прилипал с отличная лента вообще топовская можно сказать вот она на контрабрус на одну сторону заклеивается и потом крепится уже к стропилам делается для того чтобы через саморезы не стекла вода это возможно это у нас run a text гель плохо видно вот специально для фальцевой кровли даже показана картина так пойдемте дальше лиса мы сейчас с той стороны вылезем и покажем все интересно наверно вам да как у нас работа на объекте складывается так откуда мне лучше вылезти верно отсюда вылезу сейчас как-нибудь тоже это держатели под снегозадержатели полиуретановый герметик бостик колбасах лежит так вам не навернуться все вот и вылезли видите почему надо чистить желоба осенью и весной желательно к собирается листва содержит воду смотрите водичка сейчас листву скинем и все и водичка побежала поэтому очень важно у достаточно систему обслуживать хотя бы раза ну два раза в год это делать надо так с какой стороны пойти давайте наверное сначала покажем очкова немножко передвигаться по таким лесам снизу пролезть скорее всего очков то на край наступать я вообще очкун я не боюсь высоты я боюсь упасть и как многие говорят что боятся высоты на самом деле люди просто боятся упасть повредиться так примыкание там никогда даже не будет возможно снег будет заметать но не факт так вот здесь у нас сделан отвод воды потому что там желоба нету в той части и поставлен двойной пальчик такую заклонку чтобы вода схватывался текла сюда снег сдержание хорима этот скат уже готов эта сторона полностью фронт он набран сегментами по радиусу здесь еще будет носка обшиваться и до доски останется еще по моему 30 миллиметров вот сейчас той стороны покажу как это примерно будет выглядеть спускаемся мне просили не перематывать больше на ускоренной съемке люди как бы я и здесь перемотал чтобы здесь сделал движение более смешными казались и пойдем на ту сторону видите сразу сразу вода вся практически ушла мусики 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 тут тоже листва но мы в любом случае когда будем кровлю сдавать заказчику не почистим выходные обещают уже заморозки в Санкт-Петербурге вот поэтому после морозов это обычно вся листва очень быстро все спадет и уже можно будет обслуживать так что-то упало у меня из кармана так идем дальше передвигать потихонечку лесоплотники собрали неудобные поэтому я как инвалид передвигаюсь почистить почистить так ну и по поводу того как будет здесь деревяшка собираться так же как вот на лобовую лесенкой если видно вот так вот так же будьте здесь с фронтона все показано вот продых у нас будет заходить из-под карниза вот вентиляция кровли здесь она нас 110 миллиметров так ну и пойдем дальше картины ложатся сами собой длиной то есть станок рбм не нужный не пригодился вот здесь такой узел у нас посмотрим туда ослиное ушко сделано побольше чтобы капало грунт еще подкраситься белый вот здесь сделали вот так вот то есть здесь на фронтоне желоб не не планировался и с точки зрения логики да у нас вода идет то есть она не хотела чтобы она вот именно в этот фальчик отсюда ударялась и суда обила еще по причине того что если снег будет скатываться чтобы на этот фронтон снег не давил поэтому сделали побольше то есть высотой 40 миллиметров в конечном итоге вот еще такой отбойник поставили сюда чтобы снег как ну как работал как снегозадержание в каком-то смысле хоть здесь и объем небольшой в аппаратуре но так или иначе мы так сделали вот можно было как бы сюда сразу подвестись и сделать вот или ну картинами сюда до конца сбрасывать нельзя поэтому решили сделать вот так вот с точки зрения практичности самого узла так ну что пойдемте на крышу крыша кажется мог но она не скользкая скотч надо вызывать спиритом оттереть как видим крышу немножко помыло естественно в этих узлах не может быть речь чтобы водичка стояла сразу все убегает вот это уже лежит картина у нас на ту сторону вот финишная вот подает размер там сразу подгоним то есть сделали кота финишную пол сантиметра разница была вот и она ну плохо вставала поэтому решили сделали другую и поставить эту оставили на другую сторону и под ее размеры там подгонит вот смотрим здесь вот так вот ну это по скажем так по проекту снежки стоят в этом месте и там но я еще поговорю заказчиком чтобы поставить еще внизу ряд снегозадержаний потому что такое такое расстояние снега может слететь легко вот как-то так и ну тут отвод воды с этих двух картин вода идет и сбрасывается до желоб а вот идем на другую сторону что у нас там сделано на сегодняшний момент труба трубу говорят будет послезавтра скорее всего зашивать если погода не погода позволит то видите дождь идет вот так вот ну здесь то же самое в принципе то же самое плавающие клеймера ухи клеймера то же самое что я показывал в предыдущем ролике все места где у нас пробита скобами это просто бумажка валяется здесь у нас скобка и она соответственно заклеена потому что скобка это дырка в гидроизоляции их желательно проклеивать проклеивать не нужен только на мембранах которые имеют битумный слой хотя хотя и я замечал что даже и на битумных слоях типа бренок баудр все таки они тоже немножко подтекают лучше заклеивать скобы все то есть у нас получается как идет допустим слой мембраны да то есть у нас очень часто под этим проклеенная мембрана там идет очень часто скобы где-то ну сантиметров может там через пять десять вот так очень часто набита вот и этот слой уже сюда эти скобы все перекрывает вот но соответственно тоже самое в том перекрестке и примерно там шагом 50-70 сантиметров еще посередине прибиваем и сразу же все эти скобы заклеиваем потому что они протекают делается для того чтобы во время монтажа просто не было подтечек вот многие сразу вопрос так у вас клеймера крепится то есть сколько дырок получается тому от саморезов да то есть да но это делается чтобы во время монтажа это мембрана полностью на сто процентов держала воду дождик вот просто есть на практике на нашей нашем опыте такие объекты были когда если вот не заклеивали то особенно такая все холодный чердак капала вот и заказчик логичный вопрос а почему мембрана протекает и мы заклеили скобы которые были на крыше и протечки прекратились поэтому лучше конечно всего это все скобы заклеивать что еще вроде все так-то показал по поводу трубы ребята будет послезавтра делать я не знаю поговорю с там и можете им завтра камеру привезу чтобы они отсняли вот но не факт что это будет делать а вот это же нужно по сути только мне и вам вот а у меня другой объект где мы завтра начинаем и надо показать объемы работы вот и мне не стоит ли при этом при этом целый день я не могу команды начать другой объект говорил и в люди нас уже долго ждут материалов все заставлены сюда все согласованы и надо делать вот ну сейчас еще ребята выйдут что-нибудь у них спрошу у сергеевич и алексея в володе так чтобы концовка была интереснее как всегда что-нибудь интересного скажет ну как то так пошел я туда выбираться ты крыши аккуратненько так что так если получится то отснимут ребята трубу не получится но извиняйте другом объекте нет трубы там линейное покрытие так что вот так вот ну как-нибудь она макет сделать на макете показать наверное полностью обход трубы в каком-то варианте в одном или в двух или в трех они в разных вариантах музыка обшиваться обходить трубу ну все всем пока скорой встречи а сейчас еще пойду сниму не за ребят же так что еще не пока для вас секунда я тебя дождусь пока они с обеда выйдут что-нибудь потроллю их немножко или они потроллить меня ну вот там спрашивали у меня как вы картины поднимать сейчас увидите архаровцы 2 архаровцы наверху алексей с ромой 2 архаровцы володя и сергеевич несут картину полярец полярец снимает снимает на прищепку и володя побежал наверх так вот аккуратненько можно конечно там сначала на козырек наверх но ребята справляется так дождик идет володя взлетел наверх уже дождик идет конечно ребята мокнут но работать надо когда сидишь деньги не зарабатывается пища по перецепили на вниз человек подтягивает там поддерживают сразу сергеевич докопаемся раз на леса подняли володя на крыше раз будет подготовка я вам в прошлом ролике снимал но переход между скатами формируется пойдем посмотрим что нам сергеевич интересного расскажет сергеевич такой побежал а я к тебе за комментарием очень сразу станок а уменьшать то есть чтобы к трубе подошло идеально надо несколько картин по два сантиметра примерно урезать чтобы симметрия получилось поэтому сейчас место картин будет уменьшать ширину вот как то так сейчас я еще сниму как подрежет он ее и как станок регулируется по ширину и как прокатывается как и так дождались мы сергеевича сергеевича дождались что получается скажи 530 а два сантиметра меньше каждый картины по 990 кутерье там кутерье я видел ножницы показывал а ты оказывается жестянщик да по вентиляции а это что совок совочек а для чего для чего вагончик прикрутить положить видите кровечки все в конвертах в валде там шумит 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 посмотри да куда падает сзади мокрый . лайфхак лайфхак чертилка да чертилка чертилка вот и Играет музыка Играет музыка Играет музыка расскажи когда вы поешь как же работой зимой мухи белая обещает уже выходные молчаливый молчаливый сергей пойдемте до или молчаливый ты уже не хочешь рассказывать показывать как правильно резать надо можно вперед можно от себя резать на ножницы правильный перегон держать потери чем докопаться что ли я докопаюсь даже лезть надо вот когда начинаешь гараж делать на днях а то и раньше такое случайно непонятно и на днях или раньше это как понять а скоро это белорусский сленг наговаривать наговаривать обрешетка отлично что там а сергеевич зарезал то вперед за задним ходом надо эти да или это ножницы купить не надо человек привык ручно врезать все поделаешь какой-то самодельные поставили русская смекалка не спасать должна быть такая же поддерживающая балка стоять купили ее бы ушный станок откатал он там примерно 200 300 но у нас ты сразу дешевле на авито нашли а вот и было уже без этой поддерживающей балки сейчас тут размер выставлены на штрип 62 с половиной сергеевич покажет мастер-класс на чем-то полиэтилен для нас скажи вот людям чтобы не поцарапалась вы же комментарии не отвечаете поэтому сразу приходится наперед продумывать все вопросы да надо надо зарегица на youtube канале подписаться колокольчик нажать вторая статья заповеди кровечка не знаешь я же говорил лайфхак лайфхак да от нас не скроешься Продолжение следует... Хорошо смотреть на три вещи, да? Как работает человек, можно смотреть вечно. На четыре вещи интересно смотреть. На огонь, как печет вода, как выдают зарплату и как работают люди. Небо тоже прикроет. Небо? Ну как красиво, небо? Начинается. Сейчас, подожди, поставлю. Поставлю. Так вот. Все. Пять тысяч. Так. Чё, давай, будем двигать. Давай, подводим. Так, ставь. Так, вон там, в сторону. Дожди. От себя. Раздвигаю, да? Раздвигай. Крутим колесико. У нас... Раздвигается. Много, да? Чуть-чуть, почни. Все, много, чуть-чуть отпустим. Пойдем. Поехали. Моху поджигать. Не могу, блин, как бы лошадь, чтобы не втыкалась. Чтобы не втыкалась. Да. Сергей, чтобы стол не втыкалась. На всякие препятствия. Еще один лайфхак. Короче, репортаж. Весь из лайфхаков. Я говорю, репортаж. Весь из лайфхаков. На то. Сергеич, а это все обрезки по столу, да? Закрыто примерно уже 200 квадратов. И это все обрезки. Ну, что, пацанок? Ну, грубо говоря, картофельный мешок один, да? Пацанок мешок, но там же пленка. Ну. То есть, вот оно преимущество... Ну, короче, мешок для того. Преимущество того, что оборудование есть на объекте. Преимущество того, что надо картину, допустим, сделать чуть уже. Вот. Обрезали. Станок преимущество такого бора, что можно регулировать ширину картины. А вот. То есть, по факту, заняло время примерно на все это, ну, минут 15. Вот. Так что, вот так вот. Все? Готово? Сейчас наверх понесется. Ну, в принципе, все. Пока на этом. Кстати, я сказал. Да, Володь? Я тебе зато камеру оставлю, привезу. На трубу. Камеру, видите? Он говорит, что да, привози. Поснимает. Поэтому. Респект и уважуху Володке. Если вы увидите. Сергеич, будешь оператором послезавтра? Императором? Нет. Императором. Оператором. А будешь оператором, потом Станечка и оператором. Да. Я завтра камеру привезу. И обход трубы поснимать. Досконально. Может быть. Срезу, через верх. Я завтра привезу камеру вечером. Там он есть кому снимать. Я тут занято. Ну, там же надо размеры снять, показать. Почему, как, что. Ну, досконально, чтобы, знаешь, даже ПТУшник понял. Впервые вы увидите на канале этого фальцмастера. Прикинь. Как-то так. Все. Надо ехать на другой объект. Там вопрос решать. Там ничего не интересного нет. Я не знаю. Может, там один ролик получится. с того объекта. Там ничего интересного нет. Вообще. Хотя, для меня не интересно. Для вас, может, интересно. Ну, посмотрим. Посмотрим. Ну, все. Всем пока. Всем спасибо, что посмотрели. Этот долгий ролик. Практически ни о чем. Просто работа на объекте. И в дождь, и в слякость. Картина 9.90. И вот так вот. Ритмично. Прокатали, подали наверх, смонтировали. Как-то так. Сейчас они, получается, еще положат две. Еще две картины, да, Алексеевич? И потом с той стороны сюда. Вот как-то так. Все. Всем пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.